Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу несколько слов сказать об особенностях выращивания томатов на балконе. Потому что если мы высаживаем в открытый грунт или в теплицу, там конечно у них больше грунта. Они могут как корни расползаться, большую площадь могут охватить. У нас в ведре для них размаха немного. Вот такие вот, я сейчас штамбовый засолочный буду высаживать, я вам покажу. Вот такие вот крупные томаты я буду высаживать по одному в ведро, потому что все-таки он большой. А карликовые, вот горшечные сорта, такие как пиноккио, там еще какой-то, не помню, есть лисички. Их можно в 5-литровые емкости. Но вот этот вот томат, вы видите, у него огромная корневая система, у него сам вот этот и стебель. И уже он зацветает, кисть, видите, сколько будет плодов. Конечно, ему нужно много питания, поэтому крупные вот такие, хоть и штамбовые они, они хоть и низкорослые, по 40-50 см, желательно их высаживать в ведра 10-литровые емкости. Вот я уже посадила, здесь у меня сидит таймыр, он тоже. И при посадке я, конечно, заглубляю его как можно побольше, чтобы он был, если он у вас будет расти на балконе, чтобы он был еще более низкорослым. Вот видите, вот у него здесь цветочная кисть, я оставила 3 листика, остальное все заглубило. Даст дополнительные корни, будет питаться по всему, по длине всего ствола. Еще что, сразу при посадке, так же как мы, при посадке в лунку добавляйте все, что нужно. А нужно именно фосфор, именно калий. Я стараюсь не добавлять фабричных удобрений, я вот добавила рыбную муку, добавила залу, все. И, конечно, грунт чистый, неиспользованный в огороде, лучше где-то взять на природе, в поле, в лесу под деревом, там, где перегной листовой, какой-нибудь рыхлый, мягкий. Сейчас уже есть возможность выехать за город, набрать ведра 2 земли, это будет идеальный грунт, хотя такие советы нехорошо давать, но я все-таки не советую вам покупать в магазине. Лучше соберите сами. Вот какую-нибудь, я уже, у меня есть видео, как собирать землю. Дерево, нашли большое дерево, отодвинули сухую листву, и там будет перепревший вот этот листовой перегной. Где-то в поле немножко подняли дерн, черной земли накопали, будет идеальный вариант. Лучше добавить перегной, где-нибудь, ну, не знаю, если есть у вас возможность, животного происхождения. Это азот, а фосфор и калий вот в виде рыбной муки и в виде золы. Все, я сейчас все перемешаю, вот этот вот штамбовый засолочный посажу, и здесь он будет расти один кустик в этом ведре. Он потом, как разрастется, я вам покажу. И тогда вот потом уже, в течение сезона, если чего-то его будет не хватать, вы можете в качестве подкормок ему это додать. Ой, дождь переключать невозможно. Ой, ну ладно. Все, я рассказала. Из-за того, что грунта мало, грунт должен быть питательный, добавки добавляйте все сразу, вот это, до посадки, и тогда первый месяц вы можете не заглядывать к вашему томату, только поливать. Но потом, конечно, обработки от насекомых или еще что-то, если будет мало опыления, опрыскивайте борной кислотой. Это я буду рассказывать дальше. Сейчас главная посадка. Посадка томатов вот такая. Питательный грунт, добавили фосфор, добавили калий, посадили, полили, все. До свидания. Продолжение следует...